Надо ленточки, значит сколько нас? Семь по ленточке, но это потом мы разрежем. Сначала давайте не пополам. День эксперта-криминалиста сотрудники регионального следственного комитета отмечают открытием новой современной экспертно-криминалистической лаборатории. Гостям и следователям новое помещение презентует лично Олег Липатов. Здесь должен быть мягкая мебель, насколько я понимаю, еще там что-то, чтобы наладить психологический контакт. Комната для работы с пострадавшими детьми в практике ярославских сыщиков нечто новое. Специально созданная для раскрепощения детей обстановка. Игрушки собирали всем коллективом. Каждый принес, что было не жалко. По соседству помещение посерьезней. Вот стул для допросов на полиграфе. За стеной учебный класс и комната опознания. В общем, теперь следственный комитет сродни продвинутому полицейскому участку, который показывают в классических криминальных фильмах. Сейчас на вооружении находится высокотехнологичная криминалистическая техника, которая позволяет решать поставленные задачи. Раскрытый ряд преступлений, в том числе преступлений прошлых лет. После небольшой экскурсии торжества продолжили в зале. В день рождения не раз говорили о значимости работы следователей. Даже спустя 62 года возложенные криминалистам задачи остаются теми же. Исследуя место происшествия, собирая вещественные доказательства, по минутам воссоздавая картину преступления, криминалисты делают все, чтобы постаржетовала истина и справедливость. Истина и справедливость стала торжествовать прямо после завершения торжественного заседания. Уже сегодня новая лаборатория Следственного комитета начала помогать и в раскрытии важных преступлений. Дмитрий Жданюк, Юрий Кораблев, Оперативное вещание.